здравствуйте здравствуйте дорогие друзья думаю многие сталкивались такой проблемой когда в семье умирает матка и вам бы хотелось этой семье дать второй шанс к примеру подселив к ним новую матку или же она какая-то проблемная и к ней было бы неплохо подселить рабочих в большинстве своем это действительно помогает или в принципе захотелось сделать какую-то разноцветную семью вселив вместе несколько видов разных муравьев собственно эти темы мы сегодня и будем с вами обсуждать и думаю многие из вас уже не раз слышали про заморозку и утопление и тем не менее я знаю многих у кого данные методы не сработали потому что они делали немножко неправильно муравьи должны в холоде дойти до состояния практически сдохли вам их нужно вытащить поместить на что-то относительно теплое либо же комнатной температуры и молиться чтобы они успели отогреться до того как все-таки сдохнут в таком случае это работает если просто их подержать немножко в морозилке то это вам ничего не даст и к сожалению сделать это очень сложно поймать вот этот вот нужный момент поэтому я чаще пользуюсь утоплением и в воде нам нужно муравьев также держать до состояния практически сдохли и когда вы достаете их из воды они все еще покрыты этой водой пленкой которая закрыла все дыхательные пути как следствие большинство муравьев также умирает ведь они не могут дышать и бороться с этой проблемой намного проще чем правильно их подогревать достаточно положить на туалетную бумагу которая прекрасно впитает в себя всю влагу очень быстро тем самым намного больше муравьев останется в живых в сравнению с заморозкой и здесь есть еще один очень важный момент так как матка у вас единственном экземпляре и зачастую она дорогая многие принимают решение провести данную процедуру ну то бишь утопить или заморозить исключительно рабочих но матку нужно точно также одновременно с рабочими доводить до состояния при смерти и только лишь в таком случае эта семья будет успешно сажена а так как поймать вот этот момент и все-таки не добить матку с помощью утопления проще то именно этим методом я зачастую и пользуюсь при этом нужно понимать что все это никогда не дает какой-то стопроцентной гарантии бывает такое что через пару дней или же через пару месяцев они все равно друг друга убивают иногда встречаются очень странные упоротые виды к примеру это мир микс анцепт где вы можете взять две матки из разных семей хорошенечко их подморозить или притопить садить вместе и по итогу они все равно будут друг друга убивать причем рабочие друг с другом вообще не конфликтуют можно их саживать без какой-либо заморозки или утопления просто в одну пробирку скинуть кучку и они будут прекрасно себя чувствовать а вот с маточками всегда проблема у меня так и не получилось их нормально садить не заморозка не утопления мне не помогли что очень странно ведь вид в природе многоматочный возможно даже имеет внутри гнездовое плотворение а самое обидное в этой ситуации что из-за драки победившая матка испытает очень много стресса и все равно по итогу умрет и если взять какой-нибудь другой многоматочный вид к примеру тетрамориум бикоринатум две семьи и скинуть их в одну общую тару то рабочие семьи 1 будут убивать всех маток и семьи 2 а рабочие семьи 2 будут убивать всех маток и семьи 1 при этом между друг другом рабочие конфликтовать не будут по итогу у вас просто останется целая куча рабочих и ни одной матки поэтому здесь всех обязательно нужно топить ну или замораживать ну а если взять манамориум фараонас то им абсолютно все равно скидывать их вместе и не будут прекрасно жить тоже к примеру касается рутидопанеры металлики их без проблем саживаешь вместе и они живут без каких-либо драк при этом салтаторы или винаторы просто так их подсадить не получится нужно производить ряд манипуляций но точнее получится но в большинстве своем все-таки происходят драки которые приводят к смертям получается что если у вас есть какое-то желание саживать семьи то определять кого и как лучше садить придется опытным путем другого какого-то способа нет даже виды которые казалось бы должны уживаться без каких-либо проблем могут не ужиться верные обратно к примеру сейчас на видео я саживаю две семьи мессор барбарус которые всегда и везде были одноматочными но по итогу мы получим довольно приятную двухматочной семью и на всем вот этом вот опыте я нашел еще пару вариантов которые позволяют саживать муравьев помимо заморозки либо же утопления и все они намного более безопасны то есть меньше шанс того что ваши муравьи умрут в процессе саживания первый вариант это сильный стресс и резкий его сброс а как именно быстро уменьшать количество стресса у муравьев я вам покажу в следующем видео на примере винаторов и еще один вариант который вы могли уже увидеть здесь это просто помыть не нужно топить достаточно просто помыть это работает не прям со всеми но работает с очень многими собственно давайте по полочкам разберем что именно для этого нужно сделать берем любой стакан наливаем туда дистиллированную воду и начинаем закидывать муравьев закидываем всех 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 рабочих последними закидываем маточек или маточку не так важно берем какую-нибудь деревянную палочку желательно именно деревянную потому что им будет проще за нее цепляться а вам будет проще их вытащить пусть здесь на видео я и делаю практически все с помощью пинцета но размешиваю я все равно деревянной палочкой мешаете не знаю секунд 10 просто диссерованная вода она не имеет ни запаха не вкуса а муравьи зачастую выделяют примеру кислоту на у них есть какой-то свой особенный запах а за счет вот такого перемешивания они все начинают пахнуть одинаково и когда мы говорим об одном и том же виде добиться одинакового запаха это именно то что нам и нужно после мы их всех помещаем в какой-нибудь большой контейнер этот момент пожалуй самый важный ведь вы сможете увидеть а получилось ли у вас как я ранее сказал данный метод работает не прям со всеми а лишь с очень многими скидывая в большой контейнер вы увидите а продолжится ли драки как следствие вы сможете вмешаться и разнять и баширов если дерутся всего лишь два-три чувачка но можно их еще дополнительно помыть если они прям все злые и агрессивные то тогда уже придется топить значит данный метод не сработал но подобное бывает на самом деле редко ну а теперь когда я убедился что с ними все хорошо они не дерутся и нормально себя чувствуют я прошел внутренность пробирки антипобегом jones baby и просто пинцетикам их всех туда пособирал заткнул ваткой и все они будут прекрасно жить никаких проблем у них не будет сейчас все семянам закинул ну и еще вам пару советов если вы планируете садить какое-то большое количество муравьев то желательно пройти эту тару антипобегом по той причине что пока вы будете их туда скидывать они будут цепляться за стенки и пытаться убежать но антипобегом нужно проходить уже после того как вы нальете воду дабы вода не контактировала с маслом в противном случае муравей может покрыться вот этой маслянистой пленкой и в любом случае задохнется у вас не будет возможности его от этого масла как-то быстренько освободить я обычно использую масло johnson's baby сейчас у меня по-моему зелененькая с алоэ верой но можно конкретно в данном случае использовать и просто подсолнечное масло уверен вы потом без проблем сможете отмыть его с помощью фэри но использовать подсолнечное масло где-либо в другом месте нежелательно этот антипобег крайне ситуативный временный и не нужно его использовать где-либо в другом месте связано это с тем что когда он высыхает он становится довольно твердым и очень сложно убрать с акриловой поверхности и собственно само это стекло на станет уже не гладким даже если вы будете мазюкать уже нормальным антипобегом все равно муравьи смогут относительно спокойно передвигаться цепляясь за остатки от старого подсолнечного масла так как это видео я записываю долго но вчера вечером немножко сегодня днем немножко вот в данный момент и чувствую что добивать его буду вечером то примерно где-то вот здесь я вставлю кусочек с этими муравьями спустя сутки что мы по итогу получили я садил не просто две маточки а две полноценных семьи с рабочими из одноматочной семьи мессер барбарус вида который в принципе в природе встречается одноматочным мы смогли сделать двухматочную семью которая будет вполне неплохо развиваться и вот такие моменты тонкости содержания в домашних условиях вы не сможете получить из книжек мир микологов потому что эти ученые заняты другими вещами они не заняты содержание муравьев дома разные сообщества если вы хотите действительно научиться содержать муравьев в домашних условиях развивать их то следите за работами таких же киперов которые этим и занимаются и тратьте свое время на проведение подобных опытов на попытки как-то оптимизировать свою работу но вот к примеру пройти антипобегом внутри пробирки ведь когда вы туда закидываете муравьев они просто не смогут оттуда выбраться антипобег им ничем не мешает вы ваткой заткнули да и все но будет у них там какой-то дополнительный запах от самого масла для них это вообще не является проблемой но для вас переселение каких-то крупных семей займет намного меньше времени таким образом даже можно там 200 300 муравьев запихнуть в одну пробирку и они оттуда не сбегут правда не нужно подобное делать для по крайней мере отправки куда-либо потому что большая семья и нужно очень много воздуха если у них будет очень маленькое пространство то они просто задохнуться вместо того чтобы доехать живыми ну а вот семейка мир мекарий которых я решил оставить себе у меня уже была большая семья в том году по-моему я куда-то ее продал кому-то сейчас захотелось их завести еще раз в некоторых пробирках они доехали очень плохо там было много трупов в том числе мертвые матки было два варианта первый это всех рабочих просто убить выкинуть куда-нибудь в мусорку второй вариант подселить их в какую-нибудь семью и сделать эту семью большой по итогу здесь муравьи из четырех разных семей вообще я к мир мекари им отношусь максимально положительно один из немногих видов которые мне действительно нравятся преимущество их в том что они довольно крупные они не прям многочисленные то есть им нужен либо один большой формикарий либо это будет 23 небольших которые будут соединены с помощью трубки и этого и может хватить на всю жизнь в домашних условиях там 35000 это максимум что я когда-либо видел но самое главное это их охота охотятся лучше чем они могут немногие это это зачастую будет виды у которых есть жало то бишь яд и эти же ребята абсолютно безопасны максимум что они могут сделать это ущипнуть тебя мандиблами и даже прокусить кожу им сил не хватит при этом они действительно охотятся они действительно очень хорошо убивают даже больших тараканов но само собой все зависит от размера колонии пока у вас небольшая семейка там 40 50 рабочих или еще меньше охота у них будет очень печальный но вот как только их становится много хотя бы штук 200 в живых уже на арене ничего не останется они даже мусор скидывают в одну сторону то очень удобно при уборке возможно их даже получится приучить чтобы они скидывали мусор какой-нибудь небольшой контейнер или типа того что будет стоять у них на арене ну а теперь давайте поговорим про самое важное как сделать красивую разноцветных семью допустим подселить салтов клиникам или каких-нибудь компонатусов каким-нибудь другим компонатусов чтобы у вас были и черненькие и желтенькие муравьи в семье к примеру компонатус никомбаренсис и компонатус фитченкой садить две матки и чтобы у вас прям рождались и такие такие муравьи вот так сделать не получится даже если вдруг одна из ста попыток уживется в какой-то момент все равно рабочие какой-либо семьи поднимут бунт и всех поубивают при этом есть много видов которые вполне неплохо уживаются рядом друг с другом в природе к примеру к очень большим муравьям можно подселить каких-нибудь очень маленьких только не агрессивных если вы подселите допустим лазиус ниггер к винаторам то нужно понимать что ниггеры убьют всех винаторов тоже будет касаться с мономориум фараона с бикоринатами и так далее а вот какие-нибудь лептоторакс или темноторакс и у них есть шанс ужиться с каким-то другим видом о крупнее чем они единственное что я посоветую сделать на всякий случай это вход в их домик сделать настолько маленьким чтобы большие муравьи туда не смогли залезть в таком случае они точно не убьют матку тем самым вы повысите шансы того что они уживутся ну и само собой можно использовать рабочих одного вида для того чтобы не помогали матки другого вида примеру у вас какая-то проблемная матка и найти рабочих этого же вида у вас не получилось вы решили ну допустим круинтатусом подкинуть никобаренсисов с шансом в девяносто девять процентов у вас ничего не получится потому что они все прекрасно понимают что они разные скорее всего они будут драться убивать друг друга и все это закончится очень плохо даже если матка и победит то она испытает так много стресса что в какой-то момент либо умрет либо месяц-два вообще не будет откладывать яйца то есть ничего по итогу хорошего не получится но если вы подкинете личинки или же коконы никобаренсисов круинтатусу то она их скорее всего примет а даже если и не примет то она очень вкусно покушает при этом она абсолютно не будет стрессовать в таком случае просто закиньте и коконов еще какой-то момент она наестся а остальные со временем начнут пахнуть также как и она важное уточнение здесь не нужно никого мыть не нужно никого замораживать вы просто убираете из пробирки ватку закидывайте туда расплод и закрывайте ватку назад все однако я не советую вам подкидывать слишком большое количество достаточно чтобы родилось 23 муравья который будет просто ее подкармливать и ухаживать за ее расплодом но это если она сможет их вовремя вскрыть просто они каким-то определенным способом пытаются понять а пора ли доставать этого муравья из кокона а это на минуточку и у ее вида эти признаки могут быть другими поэтому она может не вовремя вскрыть подкинутых муравьев что по итогу просто приведет к их смерти то есть придется подкидывать снова излишний геморрой но такое тоже очень часто встречается еще хуже когда эти муравьи вылупились все классно они кормят матку матка счастливая на радостях откладывать яйца они доводят до коконов и вот эти вот рабочий косячит и вскрывают коконы рано по итогу они вроде бы помогли но сделали хуже потому что придется снова ждать еще порядка там 2-3 месяцев до появления новых коконов в таких случаях этих муравьев нужно отсаживать и надеяться что матка соисволит сама вскрыть кокон и у каждого вида это происходит по-разному и определить это можно опять же исключительно на опыте и никак по-другому а ну и важное уточнение что видом у которых коконы надо бы подкидывать коконы а видом у которых куколки надо бы подкидывать других муравьев которые точно также будут куколками если вы к муравьям с куколками подкинете коконы то никакого положительного результата вы не получите вскрыть кокон они скорее всего не смогут ну и самое главное никогда не подкидывайте много даже если мы возьмем амазонок то есть рабовладельцев которые по сути живут исключительно за счет того что сами себе подкидывают коконы расплод других муравьев причем зачастую очень близких по роду других муравьев они каких-то там далеких родственников даже там эти рабы со временем понимают что их окружает огромное количество других муравьев матку то они считают за свою а вот остальных муравьев за своих не считают и в какой-то момент иногда бывают бунты система отработанная веками мы же здесь просто решили по подкидывать коконы к видам у которых вообще никогда подобного не было поэтому и не нужно подкидывать большое количество возможно это приведет со временем какому-то большому убийству друг друга в котором в том числе может пострадать и матка если подсадить тех же салтаторов комбинатором но подкинуть коконы то все будет прекрасно но наверное в течение месяца может быть 2 потом кто-то кого-то начнет убивать ну и собственно на этом все и так уже вышло дофига я думал с видео минут на пять получится но что-то она как-то под затянулась надеюсь вы сегодня узнали много какой-то новой интересной информации и вам она поможет до скорых встреч